с руками поступаем практически так же как и с ногами берем большой кусок мастики вымешиваем его пряча складки внутрь затем соединяем складочки и вот тут у нас одна полосочка образуется выкатываем делаем это руками либо при помощи утюга затем берем схему прикладываем колбаску и смотрим чтобы по полноте было не больше чем схема у меня сейчас довольно толсто поэтому я раскатываю еще чуть тоньше нас интересует именно вот эти места смотрим еще раз то есть сверху смотрим да по полноте примерно она закругляем вот это вот место и так у меня есть две заготовки закругляю их край и проверяю чтобы они были примерно одинаковые по полноте еще раз на всякий случай примеряю к схеме и намечаю вот эту линию линия талии то есть локоть у нас коснется талии вот в этом месте я буду истончать ручку сильно не истончайте иначе порвется делала на одной руке и делаю на второй руке три заготовки примерно одинаковые дальше как и с ногами я пропускают это место и истончаю постепенно в запястье ухожу на одной руке и то же самое проделываю со второй так вот это толще немножко все-таки тут истончу есть примерим к схеме посмотрим не выходим ли мы за границы и вот в этом месте у нас будет запястье вот тут вот опять же отметила вам это место линий запястье у нас касается паха вот если вы возьмете сейчас станете и свою руку прислоните к туловище то вы увидите что локоть у вас коснется талии основание ладони коснется паха так есть готова далее прикладываем руку к схеме и обрезаем по линии пальцев вот видите и то же самое со второй заготовкой заготовочки не топленые не глянцевые очень аккуратные и теперь я делаю следующее я приминаю точно также как делаю это с ногами то есть получается сбоку как треугольничек вот тут основание где ладонь она будет шире а где пальчики уже но не сильно узко то есть миллиметра 2 точно оставляйте также вот с этой стороны подавим чтобы не было треугольника вот такую вот заготовку мы формируем еще раз приплюснули под углом сдавили чтобы не было треугольника сдавили еще раз приплюснули вот вид сбоку вот вид сверху посмотрим на них чтобы они были примерно одинаковые по полноте это очень важно иначе пальцы получится разного размера то есть полнота ширина все 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 прям одинаковое должно быть и теперь давайте эти заготовки примерим к самой кукле одно дело схема но мы же могли отклониться от нее прикладываю заготовочку к плечу смотрю чтобы логоточек коснулся талии примерно вот как раз так и есть ну и куда уже ляжет рука если вы делали по схеме не принципиально важно у меня все хорошо ручка прекрасно лежит 2 значит то будет также можно спокойно работать над пальцами будет печально если вы сейчас вырежете пальчики кучу времени на это потратите и потом заметите что у вас руки просто не подходят и их нужно переделывать выбираем самую красивую часть руки вот тут у меня видите шов развод я его спрячу внутрь а здесь у меня будет лицевая сторона вырезаем пальчики как это делать я вам нарисовала вот на этой схеме сначала мы отрезаем большой палец заготовку старайтесь в руке не держать делайте все на столе я отступаю от запястья и визуально делю вот эту часть наполовину то есть вот у меня вот эта часть и вот у вас линия чуть глубже этой линии я буду прорезать пальцы вот у меня эта линия основных пальцев а вот эта линия большого пальца будет немножко глубже что я вам и нарисовала на схеме то есть вот ли не основная и мы будем прорезаться чуть чуть дальше вот до сюда то есть вот она снова делим ее пополам это будут пальчики а это чуть глубже затем ножничками вырезаем большой пальчик вот таким вот образом укорачиваем его вот так вот его вырезали затем вот эту заготовку делим пополам видите вот этот прорез был глубокий а эти идут короче и эти заготовочки еще раз пополам делим если какие-то пальчики получились более толстыми вот например у меня безымянный я его могу укоротить истончить сделать все что мне угодно и мизинчик у нас всегда короче поэтому подрезаем его указательный тоже можно немножко подрезать одна заготовка действий сразу же пока она мягкая делаем следующее между большим пальцем и ладонью проходимся стеком кончики пальчиков подтапливаем чтобы они закруглились если пальчики на кончиках слишком широкие подрезаем их вот мизинчик тоже нужно подрезать то есть пальцы у нас более широкие у основания и более тонкие с краю так мы и делаем я обычно кстати в руках не держу это просто для съемки чтобы было удобно работаю на столе свешиваю ручку со стола и там ее дорабатываю закругляем пальчики то есть свесили ручку со стола и работаем над ней спокойно пальчики посмотрите сбоку они имеют объем они не тонкие не плоские вот они пухленькие настоящие пальчики после того как мы поработали над пальцами их можно немножко соединить чтобы ладошка была не в растопырку а вот так со временем вы научитесь чувствовать материал и вам будет довольно просто и быстро все это делать пальчики готовы и дальше можно играться делать ладу очки там много всякой истории но нам это ни к чему никто этого не увидит вот такой детализации нам вполне достаточно за теперь самая сложная задача это повторить вторую руку обратить внимание что у нас большие пальцы смотрят внутрь соответственно здесь большой палец будет вот с этой стороны эту руку лучше убрать но недалеко чтобы она вам служила образцом и так прорезаюсь довольно глубоко укорачиваю большой пальчик визуально делю вот эту часть на 2 пополам прорезаю остаток затем еще пополам и еще пополам повторюсь в руке не держу ну стараюсь не держать укорачиваю немножко указательный немножко его истончаю большеватым получился точно укорачиваю мизинчик и точно его немножко истончаю между большим пальцем и кистью прохожусь дрезденским стеком вот это его острой частью закругляю пальчики подтапливая их в руке если руки очень горячие вообще никак не коснуться все тает то работайте стеком им также можно закруглять пока мастика пластичная мягенькая вот этой выпуклой частью стека можно работать над пальчиками также но руками удобнее то есть буквально за пару движений мы его подтапливаем можем вытянуть да вот мизинчик коротковат я его вытягиваю самое главное напоминаю не расплющиваем пальцы они как были широкие так и должны остаться давайте сравним обе руки насколько они похожи в принципе больших различий я не замечаю то есть зрителю будет нормально вот тут на мой взгляд пальцы короче но этого не будет вот настолько критично заметно и если мы сейчас будем пытаться что-то вытягивать там прорезать то мы можем просто испортить наши пальцы оставляем все как есть все отлично и еще есть такой секрет вы можете большой палец немножко в сторону оттопырить даже не сам палец а вот это место то есть берем и просто его раз сторону и вниз вот прям как на нашей руке видите вот это место она смотрит вниз туда как бы внутрь чтобы рука не смотрелась плоско смотрелась более естественно вот так вот